Боян, ты никогда не считала, сколько лет Аружан Саин ведет разминку на казахстанском телевидении? Динар, ты знаешь, все эти 22 года я только и занималась подсчетом, сколько же будет жить разминка от Аружан Саин. Видимо, ты тоже хочешь ездить в Турцию, Египет, да? За загаром, за разминкой. Ну, ты знаешь, 22 года, но уже 8 лет Аружан Саин занимается общественной деятельностью, знает все об усыновлении, о детях-сиротах, о детях-инвалидах, и сегодня она у нас в гостях. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio, с вами вновь Бояна Исентаева. С вами вновь Инара Саин. И у нас в гостях Аружан Саин. Добрый вечер, Аружан. Здравствуйте, девочки, очень рада вас видеть. Вы шикарно выведете. Привет, с вами таким. Присаживайся, Аружан. Аружан, вы действительно 22 года ведете разминку? Впервые программа вышла в эфир в 93-м году. Вот ваша отличная форма сейчас, это благодаря разминке с Аружан Саин. Ну, разминка, это же утренняя больше гимнастика. Здесь для того, чтобы себя в форме сохранять, конечно, больше времени нужно уделять. Но у меня не получается ходить в спортзал, поэтому я занимаюсь дома. Дома с детками, с девочками. Вообще Аружан, сколько я знаю, балерина. Ну, я занимаюсь балетом. Разминка неспроста же родилась. Вообще вот эволюция развития Аружан Саин, она такая интересная девочка-балерина, которая начала свою карьеру с разминки. Ну, балерина из меня не получилась. Мне честно, я педагог, не скрывала, и родители тоже, что балет это очень хорошо для девочки. Это фигура, осанка, всё там, ну, как бы, это сцена. Но у меня не было фактуры необходимой. То есть коленки не такие вогнутые, спинка не такая гибкая, шаг не такой большой. И то есть, как бы, лет в 15 я уже, когда, а балет же затягивает, я очень любила балеты. Вот наш детский народный театр балета, мы там очень много танцевали, выступали. И уже когда понятно, что ты не будешь танцевать Жизель, ну, ты физически, ты не сможешь быть той балериной, которой ты хочешь. Такой ребёнок, который с детства со здоровой самокритикой, да? Ну, не выйдет из меня Жизель, ну, что же делать, пойду-ка я разминочкой займусь. Откуда родилась идея? Нет, сначала я пошла танцевать современный балет и преподавать хореографию. И мне очень понравилось заниматься, делиться вот этим с детьми. У меня были и подростки, и маленькие дети. Я же лет в 14-15 начала вести, вот именно как кружок, да, сейчас в школе, потом в Республиканские домокультуры. А что это, любовь к детям или любовь к деньгам? Это и такое, как бы, вот это, знаешь, мне кажется, у людей некоторых, вот у меня, например, мне необходимо что-то отдавать, мне нужно чем-то делиться. Я такой восторг испытываю от многих вещей, которых мне хочется, чтобы все увидели. То, что я заметила, что вы начали говорить на казахском, и причём у вас такой идеальный казахский язык. Я вообще закончила казахскую школу с золотой медалью. Только акцент у меня был и, к сожалению, есть, потому что я... То есть вы его специально для разминки не учили? Нет. Я перешла в казахскую школу в 86-м году, в сентябре. Как раз мне было 12 лет, и через 3 месяца случились эти ужасные декабрьские события, когда, ну, уже потом случился вал детей русскоязычных в казахские школы, и у нас потрясающая была школа. Нам построили школу к 9-му классу нашему, то есть так мы кочевали по разным школам. И я учила казахский язык с нуля. Папа, спасибо ему огромное, он со мной, с Алиппе. Вот, потому что я знала по-казахски только терези и бор. Мел, то есть как бы всё. И пошла в казахскую школу именно потому, что мне в какой-то момент стало так стыдно, что я казахка, я вообще не знаю своего родного языка. Ну, пусть я не чистая казахка, но вот приедет дедушка из аула, подойдёт ко мне на улицу и скажет там, как пройти на такую-то улицу. А я не то, чтобы ему ответить, я понять не смогу, что он меня спросил. И как-то так получилось, и я говорю, мама, папа, вот, может быть, как-то вы меня... А тогда было только две школы, 86-я и 12-я в Алмате. И вот 51-й открылся почему-то. Я говорю, вот, Бог, наверное, есть, и он как-то тебе, ну, вот, как бы посылает возможности, да. Это рядом с нашим домом, с 1-го по 4-й класс. Я пошла в 4-й класс. Но в казахских телепередачах вас не видно? Потому что у меня всё равно есть некий... Вы знаете, мне кажется, не очень хорошо у нас как-то поступают люди, которые владеют казахским языком и пропагандируют, чтобы все говорили на казахском языке. Они своим агрессивным неким таким вот поведением, какими-то слишком резкими требованиями и тоном, они пугают людей, и люди боятся говорить неправильно. Рожан, а твои дети говорят на казахском языке? Мы учим у нас и в школе 4 раза в неделю, и мы ходим на дополнительные занятия, и для них это, конечно, приоритет. Ну, ваш папа не казах? Нет. И тем не менее, как у вас в семье? Какие приоритеты вообще? Казахский, не казахский? Твой супруг метис, да, насколько я знаю? Там очень много кровей было. Очень много кровей, да. Вот какие приоритеты? Бешпармак, борщ, пельмени. Что превалирует вообще? Я считаю, что очень важно для планеты в целом, да, когда культуры, они делятся друг с другом самым-самым лучшим, самым интересным. У нас так получилось, что у нас и моя семья смешанная, как бы очень. У меня двоюродные сёстры русские, двоюродные братья корейцы и казахи, и, ну, национального вопроса у нас не было никогда. Да, да. У вас вечное первое мае, в общем. У нас в семье постоянно. Всё, мы, у нас бабушка, вот, допустим, моя, она немка, она на Урыс готовила самый вкусный бешбармак. Мы почему-то пекли куличи, да, потом, ну, хотя, как бы, она католическая. То есть вы отмечаете все праздники, Пасха. Да, и католическое Рождество, и все-все-все. И на Урыс. Да. Ружан, вот знаешь, я тебя знаю очень-очень много лет, почему, собственно, Динара с гостями на вы, а я вот на ты, потому что я с Ружан знакома, ну, не буду говорить несколько десятилетий, но к этому... 22 года. Ну, к этому, в общем, можно подойти. И ты знаешь, вот за эти много-много лет ты, ну, как вот сказать, ты такой ореол, ну, самый-самый, что ни на есть, возвышенности, правильности, женственности, вечного позитива. И вот за эти 22 года, честно, я никогда не видела тебя в каком-то не том настроении, в какой-то не той улыбке. Ты всегда настроена только на позитив. И такое впечатление, как будто ты завела себе вот эту ручку, да, которая всегда работает только вот по часовой степени, она в ту сторону никогда не работает. Обратно не идет. Обратно не идет. Вот откуда в тебе столько положительных качеств? Мне кажется, я даже не могу сказать, что я как-то скрываю свои недостатки. У тебя их просто нет. Нет, они есть. Они есть, и с ними я потом периодически пытаюсь бороться. Но вот я одно поняла, как с возрастом, да, так скажем, то, что, наверное, изначально ты искренний, потому что ты ребенок, потом ты ищешь себя, типа, там, а какая же я, какой у меня образ. Ну, то есть, вот у меня тоже же были, там, помнишь, балет-дивертисмент, когда мы танцевали, это все более такие боговые, там, фанковые вещи, да, которые, там, все эти косухи, там, увлечение роком, еще что-то. А потом нас, ну, опять же, это балет, да, ты никогда не сможешь обмануть зрителя и себя тоже, да. Мне очень важно, что разминку любят дети. То есть, мне очень часто говорят, у меня ребенок, ему всего лишь годик, а он вот всегда, он так смотрит, вот сразу все бросает, потому что это лакмусовая бумажка, которая дает понять, насколько ты искренен, то есть, вот именно искренность, она позволяет тебе быть самим собой. Нет, так что, это какое-то профессиональное качество твое, что ли? То есть, ты поняла, что тебе нужно быть всегда искренней? Нет, я просто поняла, что мне надо никогда никого играть, мне нужно быть такой, какая я есть. Я при этом понимаю, что иногда я выгляжу глупо, иногда я выгляжу вообще, как эта, как эта городская сумасшедшая, да, там, которая ходит, и ей там нужно что-то постоянно, особенно, когда это фонда касается. Иногда я могу, ну, то есть, я как бы понимаю, что я могу быть разной, но при этом я поняла, что мне все равно, что подумают люди. То есть, общественное мнение тебя не интересует? Оно мне интересно, но не настолько, чтобы я под него подстраивалась. То есть, если я вот так считаю, я в этом убеждена, я так делаю, и кто-то там будет осуждать, я с пониманием приму негативное мнение и критику, и скажу, да, я, ну, наверное, я тут поступила так, что вам это не нравится, но это же моя жизнь, это мои поступки, и я буду делать так, как я хочу. То есть... Ты такая неказахская девушка. Ну, там немцы... Это немцы, девушки, 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 да, да. Это первое качество неказахской девушки, когда говорят, ну, не нравится вам, это вообще ваша проблема, это моя жизнь. На самом деле, это правильно, на мой взгляд. Ну, ты всем никогда не угодишь. Но при этом вы всегда хорошая. Да ну ладно вам, ну ладно вам. Не, ну у вас, вот вы не замечены ни в каких скандалах, вокруг вас никогда нет плохих сплетен, вообще нет никаких сплетен. Ну, потому что время уже 22 года, за 10 лет первые все обсудили, потому что неинтересно, потому что сплетен было много. Были сплетни, да? Были сплетни, конечно. То есть сейчас уже нет никаких сплетен? Ну, какая была самая популярная сплетня? Я помню одно, она была очень популярна 20 лет назад. Ну, давай, говори. Ну, на самом деле, это грязная сплетня, не хочу я ее озвучивать. Все сплетни грязные, да, зачем их озвучивать? Ну, говорили, что попал на телевидение через постель, потому что... Ну, да, да. Хотя на самом деле это точно... Потому что по те времена был очень-очень крутой спонсор у тебя. Не было спонсора. Ну, вот, правда не было. Говорили, что я племянница или кто-то там премьер-министра, либо там министра, либо даже там... То есть, ну, это вот менее обидно. Это самые безобидные, да, были сплетни? Ну, чем те, которые... Ну, вот я, я, конечно, вас знаю не так долго, да, я вас наблюдаю только вот мы знакомимся с вами впервые, можно сказать, лично, да. И я вокруг вас, вот как Боян сказала, ореол такой святой, да, вот девушки, у которой ничего плохого нет, тем более вы занимаетесь благотворительностью, это очень приветствуется, да, всеми. Все знают о вашем фонде, все знают о ваших добрых делах. И когда, как правило, когда собираешь деньги или кто-то что-то организовывает, организовывает и спрашивает, куда отдавать деньги, все говорят, ну, фонд Оружен Саин, потому что вам доверяют. Вы как Чуба Ахаматова в России. Здесь нужно быть справедливым. Не я же помогаю, это не мои деньги. Это деньги народа, который отправил смс, зашел на сайт или пошел в банк. Ну, во главе, во главе, вы же бренд этого вашего фонда, дом. Я к этому отношусь больше как к тому, что у меня был продюсерский опыт, да, вот некоторые, организационные. Вы же понимаете, что люди несут именно в ваш фонд деньги, потому что они доверяют в первую очередь Оружен Саин. Потому что вы не обманете, потому что вы не присвоите эти деньги. Ну, наверное, это... Вообще, знаете, многие вещи я отношу к разряду как... Ну, это же само собой, так должно быть. То есть должно быть так. Вы же понимаете степень ответственности за эти деньги, что вы за них отвечаете, потому что люди несут деньги, я 100% уверена, только потому что они доверяют лично вам. Вот смотрите, когда фонд образовался, я была последним человеком, кто хотел... То есть мы были волонтерами в интернете, и это было как бы... Это моя личная зона ответственности. Я хочу, участвую в этом. Не хочу, не участвую. Вот сегодня что-то случилось, я на месяц-два там выпала из этого процесса, или на год, а потом вернулась. А фонд, это правда, это очень большая ответственность. И из, наверное, учредителей... Ну, у меня был такой единственный опыт бизнеса, потому что это то же самое, это юридическое лицо, которое осуществляет свою деятельность, которое должно отчитываться, да, которое должно его... Работу и устроить согласно действующего законодательства и прочее, прочее. А сколько учредителей у этого фонда? Пять. Пять. Это все бывшие ЦТшники, кто вот знает, интернет-пользователи, привет, это все КЗ, там как бы есть ветка благотворительности, мы там все познакомились, общались. Вот, все простые люди, и для меня это была действительно большая ответственность. Почему прозрачность фонда? Почему он сейчас говорит доверие, доверие, доверие? Потому что вот мы сказали, мы будем деньги перечислять только на лечение детей, вот с этого счета. Перечисляйте суда на акцию «Подари детям жизнь». Мы банк попросили, чтобы они по первому требованию любого физического и юридического лица давали распечатки о движениях на нашем счете с момента его основания. А вот если хотите помочь фонду в расходах на телефон, аренду офиса, зарплаты, вот есть другой счет. То есть как бы мы это делали для того, чтобы, не для того, чтобы посмотреть, какие мы прозрачные. Я хочу безопасности. Я как ответственное лицо. То есть вы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы у меня не было проблем. Потому что люди могут придумать. До сих пор так можно в любой момент прийти и проверить все ваши счета. А вот сколько в год на ваш счет поступает денег? У нас всего, вот по «Подари детям жизнь», это самый 99% денег, которые мы отсваиваем, это акция «Подари детям жизнь». Было оплачено 110 деток, и мы собрали больше 8,5 миллионов долларов. 8,5 миллионов долларов? Это за год? Да, вот с момента, нет, с момента... А, с... А, май! С момента начала акции... Я думала, за год. Нет. Я просто помню, что в прошлом году сам Руказана, по-моему, выделил какую-то большую сумму. Второй год мы работаем. Сколько выделяется? У них, я вам сейчас точно не скажу, у нас общий бюджет порядка 430 миллионов. 430 миллионов? Тенге. Тенге. Руказана, как не поддаться соблазну? Очень многие люди, которые занимаются благотворительностью, они занимаются благотворительностью, собственно, карман, потому что я достаточно часто с этим сталкивалась, ко мне достаточно часто приходят эти люди, просят деньги, и когда я прошу их принести мне всю доказательную базу, телефон этой девочки, адрес этой девочки, они пропадают. Такие случаи бывают очень-очень много. Они устраивают концерты и так далее. И я понимаю, что это мошенники, и, возможно, 9 из 10 этих мошенников. И вот ты сейчас озвучила сумму, да, 8,5 миллионов долларов. Это огромная сумма. И как за это время Аружан Саин не поддалась? Вытащить оттуда хотя бы доллар? Или возможно поддалась? Мне муж говорит. Говорит, вот, представляешь, говорит, вот, ну, он меня-то хорошо знает. Говорит, ну, ты пойми, говорит, вот, ну, потому что иногда бывает там, я говорю, ты представляешь, такое чудо. Ну, вот, правда, чудо. Вот вчера, можно, пожалуйста, это скажу, у нас 11 деток, у нас после девальвации в этом году сильно упали сборы. Ну, реально, у нас в 9-м году, когда была первая девальвация, в два раза упали сборы. В этом году точно так же. И очень сложно, детей-то меньше не становится. И вчера Казмонный ГАЗ 11 деток забрали полностью оплачивать. Там и пересадка органов, там и онкология. Ну, короче, вот от маленьких сумм до очень больших. И такое счастье. Я ему говорю, ты представляешь, сегодня прямо вот чудо. Вот помнишь, утром звонили, я говорила, и вот так-то так. И он говорит, это не чудо. Вы это заработали, вы это своим трудом достигли. Ну, ты, говорит, представь, вот кому-то на голову упало в год 3 миллиона долларов. Говорит, ну, этот человек подумает, ну, если я немножко, ну, что это, ну, это же никто не заметит даже. Ну, я же все равно помогу, то есть, да, кому-то. Он говорит, а ты вот, говорит, у тебя, говорит, просто отключен этот в голове, говорит, какой-то, говорит, кнопка, говорит, или что, говорит, когда для тебя, говорит, это. Ну, я это объясняю тем, что у меня родители так всегда учили, и искусство, кстати, этому любое, да, и спорта это приучает, что ценно только то, что ты сделал сам, достиг собственным трудом или там сотворил своими собственными руками, да. И для меня, допустим, вообще никакого значения не имеет какая марка машины у меня, или там, какое платье на мне одето, или там, кольцо, там, вообще, я вообще не разбираюсь в этих последних марках. Ну, тени не вы сидите в туфлях в Фэнзи. Вот, а поэтому у меня есть моя свекровь, которая, видимо, видя меня с моим вообще совершенно... Свекровь купила вам туфли? Да, мне шубу подарила свекровь, туфли, то есть вот какие-то дорогие вещи, которые она там при этом... Она работает? Она работает, она опять, ну, допустим, какие-то даты, ну, там, это может быть день рождения, либо сколько-то лет семейной жизни. У нас очень хорошие отношения, и она меня... То есть она мне там подарила сумку от... Какие сумки самые? Луи Виттон, Биркин. Луи Виттон. Я такая, да, мама, спасибо, всё такое. И что-то она не очень удобная, у неё нет ремешка. Она очень богатая женщина. Она говорит, почему ты... Ну, она просто очень крутой специалист. Я говорю, мама, она говорит, почему ты не носишь эту сумку? Говорю, мама, она неудобна. Говорит, это Луи Виттон. Она в любом случае удобная. Она говорит, так, объясняю. То есть я, конечно, понимаю, что это дорогие вещи, что это может быть очень... Ну, мне удобно, допустим, ходить в джинсах, да, либо там... Оружа, ну, у вас же есть бизнес, вы уже тоже, получается, 22 года у вас разминка. Если аутсорсинг на телевидении стал таким трендом только сейчас... Наконец-то. Наконец-то, да, ну, рынок диктует, да, условия. То вы уже 20 лет назад продавали свои программы телеканалом, и сейчас у вас... Не телеканалом, спонсором. А, спонсором. То есть даже со спонсорами вы уже работаете тогда. То есть вы же наверняка хорошо зарабатываете. Да, но я, допустим, без проблем потрачу деньги на путешествия. То есть мы с детьми очень много ездим. И, допустим, сейчас, когда у них успехи есть в балете, мы стараемся ездить на какие-то конкурсы. Вот мы были на конкурсе в Париже. Шассон Диор, это золотая пуанта, называется конкурс, где воспитанники балетных студий, школ, они как бы выбирают, ты должен отправить видео, еще у тебя не факт, что пустят туда. И вот одна из девочек, они вышли в финал. То есть это вообще круто. То есть вот это круто. Там со всего мира практически 60 стран отправляют своих балерин. И, ну, как бы, обычно это родители, как бы, все-таки, инвестиции, да, так скажем. И у меня муж тоже зарабатывает. То есть мы не то, что, как бы, экономим, потому что нам, как бы, нужно экономить. А вопрос в том, что на что приятно тратить деньги. На их образование, потому что они занимаются вокалом, они занимаются балетом, изо, у них вот фортепиано сейчас вот первые три месяца только будет. А на себя вот, на себя вы тратите деньги? Конечно, я очень люблю путешествовать, я очень люблю... Вы же не можете круглый год путешествовать? Я не могу, но, по крайней мере, там, я могу... Ну, вот сколько раз в год вы путешествуете? Ну, видите, если касательно бизнеса, да, то я бы не сказала, что телекомпания на сегодняшний день, это, как бы, такой крутой бизнес, потому что мы вынуждены постоянно обновлять технику. Это очень... это производство, то есть это как завод. То есть все время должен... Свет, звук, там, у нас есть кран на 6 метров, кран там маленький, у нас стедикамы, у нас что-то. И все это постоянно требует ухода, ремонта, обновления и прочего. То есть здесь, как сказать, как любое производство в Казахстане, оно не приносит, конечно, сильно много, но приносит, зато колоссальное удовлетворение, конечно. Я знаю, что вы переносите вот большую часть своих проектов на телеканал «Астана». У нас в прошлом году началось сотрудничество с проектом «Суперпапа», который такой очень добрый. Мы все равно делаем программы, которые нам хочется делать, которые вот не потому, что можно заработать, да. Ну, допустим, можно сделать про подгузники, там, какие-то 10 программ, за которые заплатит огромные деньги рекламодатель, но при этом это будет программа про, там, какое-то мощное средство, чтобы, там, женщинам показать, как правильно мыть полы и прочее, прочее. А мы все равно, у нас получается, что мы делаем программы, которые нам нравится делать. Вот такси выходит на телеканале «Астана». Это же классное шоу, это такси ездит по городу, и любой человек, который ловит машину, может оказаться на месте игрока и выиграть деньги. Да, кстати, я тоже выиграла деньги. Сколько? Ой, я, ну, тысяч 25 выиграла. Ну, потому что там зарабатывается интеллект. Мы сделали все документы, все просто, бухгалтерия полная там. То есть полная бухгалтерия, да? Полная бухгалтерия, да. Не просто так, да, не 25 тысяч? Нет, нет, я думала, мне прямо в такси их выдадут. Размешалась. А у них забрали. Забрали, нет, мне их выдали для кадра, потом забрали, сказали, пожалуйста, придите в бухгалтерию. То есть абсолютно право. Из действующего законодательства мы обязаны уплатить подоходный налог. А сделать это мы должны после того, как программа выйдет в эфир. И уплатить его мы должны, имея документы игроков, которые, конечно, с собой не носят по улицам все документы. Поэтому мы подписываем договор, люди играют, по-честному выигрывают. У нас огромное количество людей, которые уже... У нас вообще в каждой практической программе мы дарим какие-то подарки. Я помню, как вы пригласили на эту программу президента нашего. Да. Вы воспользовались площадкой, да, возможностью... Пропиарить все это все. Да, пропиарить все это все на такой важной встрече. Нет, там была другая идея. Мы говорили на этой встрече с президентом. Я, кстати, хочу сказать, что, наверное, в нашей стране нужно пойти к президенту, чтобы однозначно понимать, что решение проблемы будет. Потому что, ну, как-то, по крайней мере, в фонде все так сложно проходит, эти бюрократические все дела. Мы говорили о том, что тогда, где это был 2010 год, в Казахстане не было клиник, где оперировали бы детей новорожденных с врожденными пороками сердца. И 80% детей не доживали до года. Получалось так, что взрослая кардиохирургия была, а детской вот такой вот не было. То есть мы вот тогда на встрече просили о том, чтобы построили кардиохирургические клиники. И на сегодняшний день вот огромное спасибо Юрию Владимировичу Пя и его команде, Диме Горбунову, и твоей команде, которая работает в ННКЦ, и там есть детская кардиохирургия. Как ребята говорят, основная авиация, как кузнечики, возит им со всего Казахстана сложных детей. То есть мы там попросили президента на той встрече, да? Да, мы расскажем, что эта проблема есть. И сейчас вот в Астане, в Алмате два центра, в регионах... И эта проблема быстро решилась? В 2012 году уже операции делать в Казахстане, и у нас это был самый массовый диагноз по обращениям в фонд. А сейчас вообще ни одного. Потом была проблема у нас, что не работали в выделении квот на лечение за рубеж. Тогда вообще квот не выдавали практически. То есть кто-то их получал, как никто не знал. Но сейчас квоты на лечение за рубеж выдаются большому количеству людей. Практически, если ты по закону попадаешь под условия, то есть тебе невозможно помочь в Казахстане, деток отправляют, взрослых отправляют. А как отправляют? По звонку? Нет, по закону. Ну, по закону. Но ведь я тоже знаю очень много людей, которые эту квоту не могут получить. Здесь нужно разбираться. Вот мне начинают звонить журналисты. Вот там ребенок, нужно лечение за рубежом, квоту не дают. Мы начинаем разбираться, почему не дают. Кто не дает. В итоге выясняется, что в 90% случаев не дают квоту. Вот эта фраза, это означает, что в департаменте здравоохранения региона, или в областной какой-то больнице, или чуть ли не знакомая бабушка сказали, что на квоту не подавайте, вам ее все равно не дадут. То есть нужно подать документы, нужно собрать. Это все делается очень быстро. Любой человек может получить квоту? Кому это положено. То есть если это заболевание не лечится в Казахстане, если все методы лечения исчерпаны, и в мире есть другие, которые могут быть эффективными, тогда государство обязано. Ну, в Инстаграме очень много, каждый день буквально кричат о помощи. Вот осталось там 100 тысяч собрать, 200 тысяч, помогите, вот мы собираем. Я тоже вот очень часто сталкиваюсь с этими людьми. Это на самом деле настоящие люди, настоящие дети, которым действительно не выдают квоты. Они говорят, что мы писали в министерство, и вот осталось нужно съездить в Корею, в Германию. И они вот собирают буквально по знакомым, по звездам, чтобы вот собрать какую-то сумму. Вот девочка Айли Татапан, они собрали 24 миллиона тенге. Там бывают такие ситуации, что родители не хотят лечиться в Казахстане, хотят лечиться за рубежом. То есть, есть ситуации, при которых им действительно квоту не дадут, потому что есть центр материнства и детства. То есть, где можно вылечиться у нас. Да, вопрос в том, как вылечиться. То есть, это другой совершенно вопрос. Я помню, очень много лет назад мы с тобой разговаривали, и ты как раз только-только занялась благотворительностью. И ты сидела у себя в кабинете, в скромных кабинетах, всего их три, по-моему, было. Твой офис... Мой тот же кабинет до сих пор. Тот же, да? И ты звонила по спонсорам, по каким-то фирмам. И говорила, здравствуйте, я Ружан Саин. А, до свидания. Алло, здравствуйте, это Ружан Саин. Вы знаете, а, до свидания. Я говорю, а зачем ты это делаешь, Ружан? Он говорит, ты знаешь, Баян, вот я в день как делаю около ста звонков. И только один из них соглашается помочь тому или другому ребенку. И тогда я подумала, это же надо какую выдержку иметь, чтобы целый день, начиная с утра, у нее целая книга различных компаний, да? И она звонит сама по этим компаниям тогда и просит денег для какого-то ребенка. Вот тогда я поняла, что ты абсолютно человек... Не то, что не нормальный, у тебя огромное сердце. Просто огромное. Нет, наверное, это больше из опыта. Это только начинало. Нет, почему? Вот балет, да, допустим. Ты приходишь в балетный зал, вообще ничего не умеешь. То есть тебя там как цыпленка, да, начинают учить ходить, да? И это кажется, что балет это легко. Это же зрителю кажется, что все так раз и полетело, раз и там подпрыгнуло. На самом деле за этим стоит огромный труд. И когда у тебя не получается, не получается, не получается, тебе 10 лет, тебе нужно прыгнуть, этот прыжок, он у тебя не получается. И ты в какой-то момент готов все плюнуть, бросить. Я же бросала. Вот, допустим, я брошу, там, неделю, 10 дней не хожу. Это же как наркотик. То есть ты понимаешь, что ты на все готов. Ты готов еще, да, 10 литров пота оставить в этом балетном зале, лишь бы, не знаю почему. Я же помню, как я год билась, и у меня ничего не выходило. Я как корова на льду, я на себя в зеркало смотреть не могу, потому что у меня не выходит. Хорошие метафоры, то есть вы всегда сравниваете все с балетом, да, получается? Да, у меня вот, ну, у меня как-то так сложилось, что все через... Ну вот сейчас так же обзваниваете или сразу как-то уже, у вас уже имя, 8 лет занимаетесь в балетном зале. Это главный спонсор нашей страны, можно сказать. Да, но это в то же время не означает, что мы должны все повесить на шею, сам рука, зная, и ничего не делать, и теперь сидеть и говорить, вот у нас есть эти деньги, потому что, честно, потому что их не хватает. Не хватает, даже этих денег. Даже этих денег не хватает. И потому что есть еще другие проекты, которые тоже должны развиваться. И, допустим, мы приобретаем оборудование в клинике, мы помогаем детским учреждениям, ну, то есть там еще много под водой, которые вообще никто не видит, да? А борьба с коррупцией как происходит? Это же однозначно большие деньги, большие обороты, дорогие, дорогое оборудование. Как ты можешь, ну, как бы, следить за тем, чтобы это оборудование дошло до адресата? Ну, как это? Мы же, допустим, в клинике необходимо поставить аппарат УЗИ, да, например. Вот это, мы же его сами покупаем, причем мы уже научены, и мы сразу пришли, и мы говорим, так, нам без рахметов, то есть цену дайте нам самую, они нам озвучивают какую-то замогреб, а теперь мы же благотворительный фонд, а теперь нам нужно минимум 30% скидки, но сходимся где-то на 20%. У нас, правда, бизнес очень хороший, ответственные люди. И действительно потом получается, что если смотреть цены закупочные, там, государства, да, например, то наши, они, правда, ниже. То есть вы лично ходите и закупаете каждую оборудование? У нас Галина, вот, координатор, который именно занимается вот этим направлением, она же и учредитель фонда, и это мама. У меня вообще в фонде работают потрясающие люди. Галя – это мама девочки, которая снималась в нашем ролике «Стань донором. Подарить детям жизнь», еще когда фонда не было, и с нее, можно сказать, начался этот фонд. И 6 января 2006 года, к сожалению, Леночке не стало, у нее был лейкоз. На похоронах у Леночки подошла мама другого ребенка, которому нужна была пересадка костного мозга, и, к сожалению, этот ребенок тоже не выжил. Но мы собирали, когда на вот этого мальчика, мы еще больше денег собрали, и получше, что отправили еще двух девочек. И они живы, у них все хорошо с ними было. А статистика какая? Вот сколько детей выжили? Конечно, подавляющее большинство. Большинство? Да, детки уходят. В очень сложных диагнозах, таких как онкология, которые требуют пересадки органов и прочих, там, конечно, смертность есть. А как вы переживаете каждую смерть? Это нужно себя просто воспитывать. То есть, когда вы помогали, помогали, и ребенок не выжил? Это нереально тяжело, но была у кого-то фраза, я не помню, где я ее услышала, в какой программе. Жалеть нужно живых, и помогать нужно живым. Потому что, если так случилось, ты уже ничего изменить не можешь. Вот говорят же, воля Бога на земле творится человеческими руками. Если люди откликнутся, если кто-то поможет, если кто-то даст свою тенге, кто-то тысячу, кто-то сто тысяч, из этого сложится вот эта воля. И не только от этого зависит. Есть руки хирурга, к кому попадет ребенок, как пройдет эта операция. Ты не можешь решать, и от тебя ничего не зависит. Но в то же время, если ты не будешь что-то делать, то в мире будет меньше, может быть, вот этого добра. Вы кармически, мне кажется, помогаете сейчас своим будущим внукам, потому что, мне кажется, вы настолько прочистили свою карму, карму своих детей и на будущее отработали. А мы же не знаем, что мы делали в прошлой жизни. Может быть, эта жизнь как раз это как... То есть очищение сейчас? Да, может быть, ты же не знаешь, что было. Может быть, у тебя сейчас так складывается. Потому что я не хочу, я никогда не думала, что у меня будет благотворительный фонд. Я никогда не мечтала стать той женщиной, на которую захотят быть похожи. Я не знаю, там какие-то вот... Ну, вы уже слышите, да, об этом сейчас? Я слышу. Вы понимаете, да, что вы становитесь... И мне пишут, меня это напрягает, я этого боюсь. Почему? Ну, потому что ты... Допустим, если я совершу какой-то проступок, правда, ну, я что-то сделаю плохо. А ждут этого проступка? Нет, есть кто ждут, я знаю, очередь, наверное. Ну, люди же разные, ты не можешь быть всем мил. Но если ты в жизни совершишь какую-то ошибку, представляете, я думаю, что меня распнут. Ну, в смысле, что вот скажут, что как она могла так поступить? То есть вот если от кого-то невозможно было... Ну, то есть ты несешь на себя ореол такой вот святой женщины, да? То есть ты признаешь, что он у тебя, в общем, есть. Я признаю, что у меня есть какой-то образ, с которым, может быть... Ну, ты точно же к этому руку приложила сама, занявшись благотворительностью? Не ради этого образа. И сейчас ты говоришь, что да, я рождена, чтобы вот это моя миссия нести добро. Вот сейчас сама это озвучила там. Я так не сказала. Ну, это было где-то изнутри. То есть ты сказала, у меня есть предназначение, вот мир делится на добро и на зло, и моя... Мир делится, но мое предназначение это не говорила. Но тем не менее, ты на стороне же добра в любом случае. Ну, я считаю, да, что человечество должно очень сильно измениться. Вот я вообще не могу мыслить странами, там, городами. Я вот мыслю как бы... Глобально, человечество. Мы живи в жизни, да, на земле. На каком языке бы мы ни говорили. И если мир становится сумасшедшим из-за того, что у него... Ну, представляете, человек страдает из-за того, что у него нет айфона. Он реально... Ребёнок угрожает выкинуться с окна, потому что мама не может там с папой купить ему эту... Ну, это же... Это какой-то такой чудовищный такой путь, да, по которому идут люди. Вот я что считаю очень важным, мы не должны зависеть от вещей. От нас могут зависеть вещи. Это воспитание детей. Да, и взрослые сейчас такие же. Нет, но это же ведь всё с воспитанием. То есть нужно сейчас нам перевоспитывать себя, перевоспитывать детей. Да, потому что это делает человечество несчастным. Мы идём не в ту сторону. Ну, ценности. Я убеждена, что нам нужно просто вот уважать за то, что он что-то сделал, а не за то, что ему папа купил машину. Ну, то есть... У твоих детей есть айфон? Нет. А какие у них телефоны? У них Samsung... Ты даже у оружан нет айфона, ты заметила? Ну, а как ты им объясняешь, или твоим детям не нужен айфон? Они же ходят в школу, смотрят на других детишек, у них есть айфон. Они что говорят? Они не чувствуют себя несчастными. Вот как я к тому, что как воспитать такого ребёнка, который не будет себя чувствовать несчастным, если у него не будет айфона шестого? Я им объясняю. Вот с детства я с ними разговариваю как с друзьями. То есть как вот я им говорю. Вот ты представь. Ты сейчас, вот им было три года, когда они начали заниматься балетом. И там ходить на гимнастику ещё куда-то. Я говорю, вот ты сегодня начинаешь заниматься. Это же сила, это же время, это же трудно. Во-первых, это больно, и другие дети в это время в компьютер играют, или по торговым центрам ходят, по всяким Бабилонам, и чувствуют себя счастливыми. Я говорю, ну вот ты пойдёшь в школу, и в школе будут другие дети, которые до школы они ничем не занимались. То есть они ходили читать, писать, учиться. А ты уже сможешь что-то показать. И тебя будут уважать за то, что ты что-то умеешь делать. Вот когда, потом вы будете старше, вы будете учиться ещё больше, вы будете больше уметь. То есть вы учите своих детей всегда быть на шаг впереди других? Да, я говорю, вот ты должен быть конкурентно способен. Для того, чтобы ты был востребован, чтобы ты был нужен, как специалист, как студент. Допустим, будут они поступать в ВУЗ, допустим, имея победителей наших республиканских всяких разных конкурсов, да, уже международных, и т.д. У них будет резюме, да, за который любой ВУЗ иностранный будет готов за этого студента взять. Ржак, у вас две девочки, у вас двойняшки. Да. Им по 10 лет. Вы очень долго занимаетесь вопросами усыновления, да? Вот вы никогда не хотели взять ребёнка? Мы очень хотим, мы очень надеемся, что у нас получится. Может быть, не совсем усыновление. А что это будет? Ну, вы знаете, маленьких деток, вот все хотят, многие хотят именно маленьких, новорождённых детей. Новорождённых, да? А в детских домах есть дети, допустим, которые попали туда не в новорожденном возрасте. Ну, что-то случилось, там мама заболела, там умерла, или там авария. То есть вот, бывают дети туда попадают и в 9, и в 12 лет. И это простые домашние дети, которые вдруг вот из-за такой вот как бы случайности, там трагедии, они оказываются в казённых стенах. Наверное, мы всё-таки по вот этому пути пойдём. Может, это будет неусыновление, может, это будет опека. А чем отличается усыновление от опеки? Установление ты додаешь свою фамилию, и ребёнок имеет право на следование. Но право на следование можно соблюсти завещанием. То есть это как бы... А опека? Это вы забираете ребёнка? Опека – это ребёнок живёт у тебя дома, по твоей опеке, хоть школу, которую ты его определишь, наблюдается в поликлинике по твоему району, уходит на все... То есть это то же самое, только это не усыновление, то есть фамилию ребёнка... Но опека – это, видимо, когда ребёнка ещё можно снова сдать. Нет, почему? Или же вот усыновление и опека... Отказаться от усыновления можно так же, как от опеки. То есть есть процедура, даже в законе прописана аннулированная, то есть как отказ от усыновления, но таких случаев крайне мало. То есть вы сейчас уже готовы? Ну, мы готовы к этому морально, но мы, наверное, придём к этому чуть-чуть попозже. Когда вот девчонки чуть-чуть подрастут, станет немножко попроще, вот уже будет более-менее понятно, куда они пойдут, потому что нам хочется дать приёмному ребёнку то же, что мы даём своим детям. А так как мы вкладываемся в них как бы максимально... Хочется, да, чтобы была вот эта справедливость. Так вот по поводу телефона. То есть вот как объяснить детям? Я просто... Вот это вот такая история, которую... Мне она очень нравится. К ним в школе подошёл мальчик и говорит, у них тогда не было даже вот этого Samsung с touchscreen, у них был вот этот за 3000 тенге телефон какой-то кнопочный. Nokia. Говорит, фу, какой беспонтовый у тебя iPhone. У меня дочь говорит, а это не iPhone. Он говорит, ну фу, какой беспонтовый у тебя телефон. И они ему на полном серьёзе прочитали прям лекцию. Они говорят, ты послушай, вот у тебя папа... Тебе кто телефон купил? Папа. У тебя папа большой молодец. Он вот... iPhone же дорого стоит. Это вот очень дорого стоит. Целая месячная зарплата, наверное, вот. И он тебе маленькому, вот такому вот, который в школу ходит, он тебе вообще не нужен на самом деле. Он тебе подарил такой телефон. Вот он молодец. Он, наверное, учился так хорошо, что вот он стал таким человеком, которому платят такую зарплату. А ты не имеешь к этому телефону никакого отношения. И то, что он у тебя есть, никак тебя ни в хорошую, ни в плохую сторону не красит. Вот если ты сам себе купишь телефон, даже вот такой, вот как у нас, ты будешь крутой. И этот мальчик, у них прям хорошие очень отношения с девчонками. Хорошее воспитание у ваших девочек. Ну вот они как-то не зависят. Вот я им тоже часто объясняю. Я говорю, ты не должна... Представляешь, какая ты будешь несчастная, если ты будешь страдать из-за того, что у тебя не будет таких туфлей. Или там не будет таких, ну там, ну вещей каких-то. Я говорю, вот счастье это, когда, вот допустим, они там танцуют, да, рисуют, там еще что-то, они, правда, вот целый день заняты чем-то, чем-то. А ты сама это решила, что счастье это только в этом? Это вот чисто твое мировоззрение на это воспитание. Ты сама за детей решила, что несчастье иметь красивые сапожки или красивую сумочку? Красивую сумочку иметь очень здорово. И они тоже любят, и мы, конечно, их тоже одеваем. В смысле, меня нельзя пускать в детский магазин, у меня просто есть предел, дороже которого я не покупаю там вещи, я вообще просто принцип такой поставлю. А какой это предел? Ну, допустим, если говорить о детских юбочках или платьице, то вот по мне, я дороже там 10, максимум 15 тысяч тенге, вещи просто не беру. Я себя просто за уши беру и оттаскиваю. Либо я... А почему? Почему? Потому что они быстро вырастают, потому что... Ну это что, это твоя экономность такая, или у тебя какой-то... Ты точно знаешь, сколько ты в месяц зарабатываешь, потому что тебе нужно как бы с лимита не выходить. Ну сейчас, ну как бы, твою экономичность сейчас проверим, да? Ты знаешь, если я зарабатывала там в три раза больше, чем я сейчас зарабатываю, я бы это не стала... Ну зачем? Ну зачем? Это ребенок. На самом деле у нас, у Ружан, через час ровно самолет. Самолет, да, и мы не успели, к сожалению, задать... Очень много важных вопросов, да. Вот у меня последний вопрос, кому можно сегодня помогать? Потому что нуждающихся сегодня очень много, но и аферистов тоже много. Я считаю, что интернет – это огромная возможность для того, чтобы создавать платформы, на базе которых люди могут достоверно получать информацию. Очень важно, что человек, которому нужна помощь, у меня есть инструкция на аккаунте в Фейсбуке, в заметках или вот на сайте наших... То есть на вашем сайте, на сайте вашего фонда есть? Есть инструкция для людей, которым нужна помощь. Я бы сказала, что здесь не менее важно, там, сбор денег – это одно. Мы все живем, мы все люди. У нас вот порой волонтер там или люди стараются помочь ребенку с какого-то другого города, да, даже там с другой страны, когда рядом с ним живет одинокий пожилой человек, который зимой не может выйти на улицу, заболел там, лед там, скользко, плохо ходит. Просто принести ему хлеба и молока. То есть не надо гнаться за благотворительностью, которая где-то, которая как-то. У каждого рядом, практически в близлежащем окружении живет ребенок или взрослый инвалид. Если у вас есть машина, вы можете раз там в три месяца свозить человека или маму с этим ребенком в больницу. Это же им гораздо облегче, чем они будут ездить на общественном транспорте. Или, допустим, зайти поиграть в шахматы, я не знаю, там со своим ребенком прийти посмотреть какой-нибудь там фильм, да, книжку прочитать, обсудить. Быть ближе к друг другу в своем районе, в своем городе, на своей улице, потому что вот это вот желание спасать, да, но на самом деле вот другое несколько. Мы должны друг к другу быть ближе. Вот этот же человек, который благородный, перечислил деньги там куда-то, он прошел и плюнул на асфальт, и бычок еще там свой кинул. Ну, то есть это вообще культура, сознание, понимаете, должно быть такое, что я не сорю там, где я живу, я не плюю на свою родную землю, я помогу пожилому человеку перейти через дорогу, а вообще довезу ее до дома, если у меня машина. Я не обижу там соседского ребенка за то, что он мечом попал в мою машину, я выйду поиграть с ними в футбол, а лучше вытащу на коляске мальчика, чтобы они вместе поиграли там, я не знаю, там колечко-колечко, я не знаю, во что еще сыграть дети. То есть не надо иногда материальное давать, нужно за собой следить и как бы быть человеком просто-напросто. То есть вот этого хочется, и тогда знаете, как все изменится? Тогда нереально все изменится, мы будем ходить по чистым улицам, мы будем слышать, вот я писала один пост в фейсбуке, ты заходишь в автобус, и тебе говорят, дорогие пассажиры, мы сейчас подъезжаем к такой-то станции, будьте добры, уступите место пожилому человеку, или там, не трудно ли вам передать за проезд, я буду вам очень благодарен. Элементарная культура даже языка, она меняет все вокруг себя, трансформирует людей. То есть здесь вот благотворительность, это вот это, благотворить, не деньги давать. Ружан, спасибо большое, буквально через несколько минут закончится ваша регистрация. Поэтому, к сожалению, звоните, если вдруг не улетите. Спасибо большое, что прилетели к нам, огромное спасибо. Вам спасибо. Думаю, сейчас Ружан тоже благотворила через экраны наши голубых. Да, и дала очень ценный совет, на самом деле. Очень ценный совет, и я советую просто прислушаться к тому, что говорила сейчас Ружан, потому что я абсолютно, стопроцентно, ну, как бы согласна с Ружан, и думаю ровно так же. Поэтому давайте творить благо. Вы смотрели Sky Studio, у нас сегодня в гостях была Ружан Саин, и с вами вновь были Баяна Сентаева, я Дина Рассаджан, и мы благодарим наших официальных партнеров. Салон мебели «Люссо» и строительную компанию «Доступные квадраты». Всего доброго, увидимся через неделю. Спонсор программы «Строительная компания «Доступные квадраты» с жилым комплексом «Пана». Расположенный в тихом и уютном районе столицы, жилой комплекс «Пана» – это первое в своем классе жилье, в стоимость которого входит мебель и бытовая техника. Подробности на сайте pana-home.kz. Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, Скопеллини, Тосканова. Сделаны вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова